Деревня Погост в Архангельской области стала одним из самых красивых поселений в стране. Ассоциация «Самые красивые деревни России» подвела итоги ежегодного конкурса, который отбирает самые яркие поселения страны. Группа экспертов Ассоциации оценивала эстетические, архитектурные, историко-культурные, экологические и другие параметры. Также учитывались количество и регулярность проведения праздников и ярмарок, фотогеничности, насколько гармонично населенный пункт вписывается в ландшафт. Все эти критерии есть и у старинного села Лабожское, которое находится в 50 километрах от Наринмара. Там побывала и выступила в роли эксперта наша съемочная группа. В 50 километрах от Наринмара находится старинное село Лабожское, которое появилось в 16 веке как промысловая жира. Название Лабожское по одной из версий – это особенность строения крыши, по другой – озеро Лабосье. Третья версия по рассказам старожилов связана с первыми поселенцами, которые строили лабазы – сарай для проживания и хранения вещей. Лабожское ранее было частью Пустозерской волости. Сегодня деревня входит в состав муниципального образования Неницкого округа – Великовисочный сельсовет. В деревне с населением более 300 человек действует рыболовецкий колхоз «Родина», школа-сад, Великовисочный животноводческий комплекс, почтовое отделение. В 2015 году открыл свои двери для всех лабожчан «Новый дом культуры». Там сейчас располагается библиотека. «Посетители есть, да, им огромное спасибо. И дети, и взрослые, ну все приходят». «Каждый день есть посетители?» «Ну каждый день, да, детки каждый день приходят. Взрослые, конечно, пореже, но сейчас у нас сезон такой, картошку снимают». «А что любят жители Лабожского читать?» «Любят читать романы очень любят читать, и журналы, все, что связано с домашним хозяйством, с цветами, с огородом, вот они у меня вот это любят читать». Чтение таких книг, по словам старости деревни, Татьяны Апариной, дает хорошие результаты. «Ну аккуратных красивых домов очень много на поселении. Все занимаются благоустройством своего участка. Все стараются как-то ножество какие-то приводить. Видите, как все постоянно красят дома, делают какие-то заборы тут красивые такие. Наша деревня должна выглядеть очень красивой». Цветет деревня всеми красками, назло всем законам природы. Татьяна Николаевна показывает нам один из таких примеров – огород одной жительницы деревни. Более десяти клумб с петуниями, венками, бархатцами. «Ну здесь, в этом хозяйстве проживает Целикова Надежда Григорьевна. После замужества вот здесь она проживает уже много лет с самого начала, и всю свою жизнь она посвятила трудовой деятельности, вместе работала с детьми. Работала и завсадиком, и воспитателем. Так она оттуда ушла на заслуженный отдых. И с того времени занимается вот этой красотой». Благоустраивает в Лабожском не только свои приусадебные участки, но и общие территории. «Ну в летний период, конечно, привлекаются там вот на установку на замен мостовых, вот это сюда, потом детскую площадку вот сейчас будут устанавливать. Это тоже вот дополнительная штука. Кто не работает, тот может устроиться. И детский труд по уборке территории летом ежегодно, месячный. Привлекаем, да. Так они с большим удовольствием. Они идут, они уже за полгода уже приходят, уже меня запишите, меня запишите». Вот так живут и работают лабощане на благо своей малой родины. Как смеясь говорить Татьяна Апарина, цветы теперь растут в каждом огороде. Хотелось бы, чтобы и в каждом доме было больше цветов жизни, детей. Ведь деревни для этого есть все условия. Любовь Пермяков, Вадим Носкин, Телеканал Север.